Как это все интересно получается, да, я очень люблю коммерческие сюжеты, лучшие коммерческие сюжеты это американские коммерческие сюжеты, но в принципе есть европейские коммерческие сюжеты. Знаете в чем интересная ситуация? Потому что там очень большое количество телевизионных каналов, очень большое количество, не те 20, что у нас, цифровые, а там много телевизионных каналов и в принципе, как правило, стандартные американцы, никогда общие каналы не смотрят, они смотрят свое личное, свое личное. Но в каждом городе есть не один десяток каналов, которые работают именно для этого города. И в этом городе вы смотрите свое личное удовольствие. У нас этого, к сожалению, не так стоит много, но тем не менее я вам показываю, что, в принципе, это можно сделать. А каким образом это, в принципе, можно сделать? Да легко и просто. Обращайтесь ко мне, я вам сделаю все, что нужно, еще и вкуснее. Потому что, где мы находимся, мы находимся на вокзале 5. Электросила, подразделение, которое располагается здесь, оно реально работает. И каждый месяц мы вам показываем новинки. Сегодняшняя новинка будет о других вещах. О том, что это было красиво и для нас и всегда. Потому что Владимир Ильич Ленин так сказал, давайте индустриализацию в России и электрофицирование в каждый дом. Электрофицирование у нас есть, никаких проблем. Мы практически за него и не платим. Вопрос, как это сделать для того, чтобы вы спокойненько использовали свое электричество в своем доме. К слову, мы вам показываем кобеля. Ох, без кобелей, конечно, было бы очень сложно. Реально очень сложно. Здесь вообще кобеля практически все есть. Проходите, пожалуйста, занимайтесь. Очень мне это нравится, когда я сюда захожу. Здесь очень много народу. Потому что народ понимает, что как бы даже мои одна... Горожане мои, да и жители ближайших сел, они тоже понимают, что круче электросилы-то нет. Сюда, естественно, постоянно приходят. К слову о том, что в другом... А, во, кстати. Какая тут красотища-то есть. Замечательный, небольшой кабель для... Это вот его брать надо железобетоном. То есть вы же хотите машиной-то заниматься, да? Берите, замечательный. Он реально стоит копейки. Два провода, кстати, плюс-минус. Я так понимаю, что очень редкий человек ошибется, когда будет ставить сигнализацию. Ставить или не сигнализацию... А, акустик, кстати. К слову, об акустике. То же самое. Я вам сейчас кое-что расскажу. То есть вы понимаете, что есть все. Есть отдельные вещи. Мне больше интересует этот вопрос. Мы же о чем говорим? Об электрификации. Электрификация. Иногда это вот случается, что, допустим, бензина нет. Бывает такое, да? Но если мы берем электрический триммер, электрический триммер, он, кстати, работает... Вы не в курсе, что он электрического только работает. И вы спокойненько всем этим делом занимаетесь. К слову о том, что давайте все-таки определимся по срокам событий, да? То есть все-таки мы говорим о деревнях или сельское хозяйство, или в принципе это наш город, у которых есть, естественно, электричество, нормального первого человека в стране Совета. К слову о том, что за электричество мы не такие большие деньги-то и платим. К слову о том, что необходимо что использовать? Ага, вот здесь есть кабель силовой, гибкий. Да-да-да-да-да. В чем гибкость этого кабеля заключается в том, что оболочка этого кабеля это очень хорошая резина. А вы-то думали, что все, и это все не будет гнуться. Нет, здесь есть резиновый кабель, естественно. И вот, допустим, если мы говорим о... Как правило, да, сколько у нас сила тока при сварочном аппарате? Скажи мне, пожалуйста. 220 А, да? В принципе, 4 жилы хватит, правильно? Вот, вот это вот реально хватит, 4 жилы, пожалуйста. Вот это самый топ, 3х4,5, он мягкий, естественно. И даже если что-то случится, вы берете спокойненько, 50 метров. Думаю, этого реально хватит. Как это 50 метров расправить? Он же резиновый, там ничего сложного нет. Вы просто наматываете на ручку, потом раскидываете, и все. И в любой точке ваш сварочник, вы не бегаете, не ищете, у вас уже есть. Да-да-да, покупается здесь. Я к слову о том, что я лох... Да, бывает. Вы думаете, что я недорогим, я такой же человек, достаточно странный, оно случается. Чтобы не быть достаточно странным человеком, я сюда пришел, взял себе 2 качественных кабеля. А, больше кабеля я себе взял, простите. Опять лажаюсь, да-да-да, бывает. Так вот, и я решил припаять его на медный кабель. А чего мне не взять луженый кабель? То есть, даже разогревать настолько сильно не нужно было бы. Просто паяльником бы прогрел и поставил бы, и мне бы не пришлось внедрять, хотя я тоже здесь же и брал. Я все это дело разогревал газовой горелкой. А можно было сделать все по-другому. Интересная штука. Да, я вам делюсь. Если вы хотите, чтобы я вам другими вещами поделился, на это обращайтесь ко мне, это мы все сделаем. Все-таки я так должен понимать, что некоторое количество мужиков умеет держать паяльники. Ну, по крайней мере, я-то паяльник умею держать. Некоторое количество мужиков наверняка умеет держать плоскогубцы. Но я-то это делать умею. Некоторое количество мужиков умеет держать круглогубцы. я это тоже делать умею, ну отвертки это вообще, а есть еще и пассатижи, не то что пассатижи, обжимные инструменты разные, они тут есть, это и есть все здесь, в том числе и мелкие такие надрезайки имеется ввиду, очень хорошие штучки по зачистке проводов, но мы будем говорить о тех вещах, которые в принципе вам точно и железобетонно необходимы, а штангель циркуль то у вас есть, нет? нету, так есть здесь штангель циркуль и вы не будете бегать и не думать какие вам провода купить, трубы и все остальное штангель циркулем померили, запомнили, записали, сделали, а красиво, да, вот то что здесь есть я 100 процентов рекомендовал купить каждому, потому что каждый это должен уметь делать, если вы это дело не умеете, то рано или поздно, рано или поздно, в 99 процентов и очень много девяток дальше туда, вы упадете рано или поздно, так может быть сразу подумать о том, что падение может случиться чуть-чуть побыстрее, а потом уже с каждым новым удовольствием вы будете говорить, а вот я что научился, ну лично я так стараюсь сделать, век живи, век учись, это мне дал мой Валерий Юрьевич Гиммерверт, я был до этого таким интересным товарищем, весьма интересным, мягко так скажем, вот, после того, как я пообщался с одним из лучших специалистов области телевидения, к сожалению он уже ушел, у меня реально простабилизировал мои дивно разветвленные мозги, о, клевенько, да, и так, опа, цей, на опа, цей туда зашел, но вы прекрасно должны понимать, что с каждым приходом в электросилу я также учусь, и мне задали сейчас вопрос, каким макаром можно сделать нормальное напряжение питания, я имею ввиду питание для электронасоса в моем доме, я теперь знаю как я приду сюда и возьму, то здесь есть замечательные дистанционные пульты управления, эти дистанционные пульты управления на каждый источник сигнала выдают по 1 кВт, я посмотрю сколько, если у меня там 750 ватт, я железобетонно приду и куплю, вместе с замечательным, качественным проводом, да да да, и сделаю все это вот так, потому что я это делать умею. Сейчас я ничего не буду рассказывать, буду беседовать и естественно я, потому что я там своим товарищам из моего города возможность немножко отдохнуть. Следующие два варианта будут с железобетоном люди нам все это дело продемонстрировать, покажут свое качественное ощущение, когда они приходят сюда. Мое качественное ощущение, когда я прихожу сюда, во-первых, есть такие вещи, которые мне очень сильно нравятся, реально, очень сильно нравятся. И даже невзирая на то, что все это стоит не сильно, это и дорого, не всегда же получается, но всегда хочется здесь что-то купить, потому что я вижу здесь то, что мне нужно. Ничего не буду рассказывать о том, что мне более нравится. Я расскажу о том, у кого проблемы с паянием, кто не умеет паять. Ну да, иногда такие вещи случаются. Так вот, для того, чтобы не паять, вот обратите внимание сверху, да? Вот видите, вот там сверху такие удлинители. Так вот, это замечательные удлинители для тех, кто понимает, что с электричеством нужно работать всегда, даже дома, естественно. Если у вас есть триммер электрический, прицепили спокойненько. Кстати, мы не будем даже говорить о том, что триммера когда мы используем? Летом, естественно, да? Лето — это не всегда холодно. К счастью то. Особенно прикольный был в этом году сезон под названием июнь, начало. Еще грибы не брали? Восьмого июня. А я брал, я их даже собирал. Восьмое июня. Такого никогда в этой жизни не было. И спокойненько разматывайте. Мало того, мало того, да? Есть такая штука под названием, опять же, то же самое электричество. Если вы построите себе качественный дом. Качественный, хороший, грамотный дом. Из СИП-панелей, внутри которых пенопласт. Замечательная штука называется «Аресанта». Двухкиловаттная. Чем мне она больше нравится, тем, что вот этот нагреватель, он очень хорошо работает. И он передает больше тепло, чем все остальные. Что-то новенькое рассказал? Нет, это не новенькое. Это то, о чем я делал. И делаю, и буду делать. И мало того, если у меня наконец-таки случится, наконец-таки я себе куплю все-таки электромобиль, я себе возьму обязательно 50-метровый. Кстати, вот. 50-метровый, между прочим. 50 метров. Прицепил спокойненько, заряжается. И, в принципе, у вас есть 50 метров от своего зарядного устройства и своей розетки, чтобы вы могли дом прицепиться. То есть, можете поставить плюс-минус 40 метров. Это очень серьезное расстояние. И спокойненько заряжать свой электромобиль. Одна из будущих грамотных тем, если честно, то. Ну, из разряда тех, кто помнит слово под названием «паять». В данном случае это не всегда пайка, естественно. Когда мне говорят, что мы что-то это делать не умеем, я говорю, а вы зайдите в электросилу и посмотрите, пожалуйста, на вот эти резиновые изделия из каучука. Бункт номер один. Во-первых, когда вот так вот все это дело вставляется, тут стоит прокладочка такая, по сути события. То есть, через эту прокладочку туда влага не попадет. То есть, я не говорю, что тут надо воду бросать. Ну, надо же быть неправильным товарищем, чтобы все это дело бросать в воду. Вы уже умные, и вам уже не хочется потом сразу же на тот свет вылетать. Нет, конечно. Ну, допустим, если все-таки внезапно сюда попрало сверху, ну, допустим, дождичек, такие вещи достаточно часто случаются, то вовнутрь она не забежит. Мало того, мало того, это очень серьезный и качественный материал. То есть, если мы ее вот так вот все вместе соберем, то есть и вилка есть, и розетка. Да, они использование каучука, естественно. У них даже интересный такой, они достаточно очень такие мягко-жесткие. И мягкость, и жесткость присутствуют, понимаете? То есть, они как раз бы мягкие, но они гнущиеся, не ломающиеся, понимаете? Даже если вы на них наступите, во-первых, их очень сложно продавить. Ну, я не думаю, что у вас, допустим, 150 или 200 килограмм веса. Честно говоря, думал бы, чтобы мужики все-таки вернулись на долги своя. Каждый мужчина, ну, максимальное количество килограмм, это максимум 110. Больше и дальше, и это, по-моему, через черный. Вот я вернулся, и мне это очень сильно нравится. Что тогда, если вы более интеллигентно и более качественно чувствуете, вряд ли бы я это смог продавить. То бишь, уже за тем, что я рано или поздно приобрету, а я здесь приобрету этот кабель однозначно, и я, естественно, переговорив с одним товарищем, куплю себе электротриммер, и я себе сделаю то, что будет. И это будет работать в некотором количестве более долго, чем я бы использовал стандартные электрические приспособы, как то розетки и вилки из не таких прочных материалов, как каучук. Мне даже говорят, что вот электрификация, да без электрификации у нас бы ничего не было. Электрификация, как Россия, как Советский Союз-то поднялся. Да и очень хорошо, что за электричество мы, по сути дела, не платим, потому что вот до туда еще не докатились люди тех, кто решил все это дело стырить. Не-не-не, это не для вас, господа мои. Это то, на чем зарабатывает жизнь, на чем зарабатывает Россия, не. На чем зарабатывает наше правительство. Наконец-таки мы забрали газовую структуру, слава тебе Господи, ну и дай Бог, идем до нефтяной отрасли. Давайте все-таки определимся. Электрификация – это идеальный вариант, особенно благодаря тому, что у нас в стране, в нашей стране, не будем говорить про Чернобыль, это была немножко другая страна. Вот такое у них случилось, к сожалению. А так у нас очень даже хорошо. И атомная сфера у нас на лучшем уровне в мире. Не надо говорить, что мы лохи. Мы далеко не лохи. Потому что мы не лохи в области вооружения, мы далеко не лохи в области космоса. Как бы никому-то не хотелось что-то дело подвернуть. Мы хорошие специалисты. Да, нас мало, но мы нормальные. И благодаря тому, что мы работаем для нашего населения, как работает для вас электросила здесь, на Комсомольске-17, мы понимаем, что, работая с электричеством, это, в принципе, очень даже хорошо и для нашего дома, и для нашего сада в том числе.